Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Пересечение с приаэродромной территорией. Вот с такой неожиданностью может столкнуться собственник участка. С использованием территории вокруг аэродромов очень много нюансов. Например, около аэродрома вообще нельзя устанавливать мусорки. Они приманивают птиц, которые могут мешать полетам самолетов. С другой стороны, шум от самолетов вредит здоровью людей, поэтому строить частный дом впритык к аэродромам тоже нельзя. Такие территории с особым порядком использования называются приаэродромными. Что такое приаэродромная территория и как узнать, что земельный участок находится приаэродромной территории, я говорю сегодня вот на эти темы. Заместителем директора кадастровой палаты по Самарской области Евгении Васильевны Дроздовой. Здравствуйте, Евгения Васильевна. Здравствуйте, Елена. Ну что же, спасибо большое, во-первых, что нашли время прийти, поговорить на эту актуальную тему, буквально в новостных таблоидах. Эта тема, да, в первых строках. Давайте побеседуем на нее с вами и мы. Так скажите, пожалуйста, вообще, какие бывают ограничения на земельные участки и кто, собственно, их может устанавливать. Давайте начнем с общих понятий, чтобы дальше нашим слушателям было интереснее, чтобы они понимали, что они тоже специалисты в этом вопросе. Начнем мы с того, что обременение бывает примерно двух видов. Земельные участки можно обременить по своей воле и обременить в сущности свое право. Мы говорим об аренде или об ипотеке. Здесь отличительной особенностью является то, что люди заключают, как правило, некий договор, они знают о существовании такого обременения. А вот дальше огромный пул обременений, который может коснуться земельного участка, это так называемые обременения в пользовании. И здесь широчайший правовой режим. Здесь могут быть установлены обременения совершенно без ведома собственника. И это вполне законно, если только обременение установил компетентный орган, тот, которому законом установлено, что он может выносить соответствующий распорядительный акт. Вот, собственно, о таких обременениях большей частью и все узнают с удивлением, на своем ли участке, на том ли, который планируется к приобретению. Вот этих обременений чаще всего мы говорим о зонах с особыми условиями использования территории и о публичных сервитутах. Вот всего два таких вида глобальных, масштабных. Если говорить о публичном сервитуте, здесь все понятно. Это право пользования вашим участком, ограниченное право пользования. Чаще всего он случается публично, его устанавливают в интересах неограниченного круга лиц. И чаще всего это проход-проезд через ваш земельный участок. И вот самый большой пласт обременений – это, собственно, зона с особыми условиями использования территории. Будем кратко их называть для удобства слушателей. Охранные зоны. Так вот, охранные зоны, их установлено множество видов. Они все поименованы в земельном кодексе. Если кому-то интересно, целую главу, 19-ю законодатель, посвятил именно этим вопросам. Там можно просчитать каждую зону, которая, собственно, охраняется. Она зависит от видов объектов. Есть природные объекты, которые нужно охранять, например, воду. Есть такие водоохранные зоны, наверное, слышали. Есть, например, источники питьевой воды, и у них соответствующие тоже охранные зоны. Есть санитарно-защитные зоны, да, это все, что связано со СНИПами и прочим. Есть зоны опасных объектов. Это как раз те самые аэродромы. Это всевозможный трубопроводный транспорт. Есть зоны охраны как раз-таки транспорта в том варианте, в каком мы привыкли его видеть. То есть железная дорога, придорожные полосы. То есть вот у обычных дорог, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, у них тоже есть охранные зоны. Есть специальный режим у объектов культурного наследия. Есть специальный режим охраны для природных территорий. То есть вот по таким различным категориям законодатель разнес всевозможные способы охраны различных объектов. Ну и, собственно, в зависимости от того, какой конкретно объект расположен недалеко от вашего конкретного земельного участка, собственно, тот вид обременения и можно получить на свой земельный участок. И зависит это, как правило, от некого общего, общероссийского, большей частью нормативного акта, которым устанавливаются размеры, пределы той или иной охранной зоны. То есть все, кто живет близко к Волге, они понимают, что в пределах 200 метров они будут находиться в водоохранной зоне. Все, кто живет рядом с железной дорогой, понимают, что они попадут в охранную зону железной дороги. Ну а вот все, кто оказался недалеко от аэропорта, не так давно узнали о существовании охранных зон и о том, какие они бывают. Ну, об этом мы, наверное, с вами поговорим. Вот как раз скажите, чем они грозят владельцам и следует ли вот это учитывать при приобретении недвижимости? И вы, все-таки, отвечая на вопрос мой предыдущий, говорили в будущем времени. То есть это произошло недавно. Вот эти территории отметили как особо охранные уже какое-то незначительное количество времени. Я правильно понимаю? Достоянием общественности. То есть публичными они стали не так давно. На самом деле охранять аэропорт нужно было всегда, все время его существования. Там никогда не нужно было размещать какие-то угрожающие ему сооружения, строения и прочее. Просто сведения об этом, вот в том виде, чтобы их могли узнать любые граждане заинтересованные, вот они появились в реестре недвижимости очень недавно, всего лишь в сентябре 2020 года. И поэтому они существовали где-то в пространстве. А сейчас вот знать о них люди могут всего лишь полгода как. Хорошо, люди узнали об этом. Только давайте поговорим еще о том, что как узнать, если ты не знаешь о существовании ограничений, вот как раз на интересующие объекты. Совершенно верно. Правильный вопрос вы задаете, который больше всего интересует собственников земельных участков, либо тех, кто хочет приобрести земельный участок, все начинают наводить на нем справки. Нормально, ненормально, можно брать, нельзя брать. Вот для всех этих граждан, собственно, хочется дать разъяснение о том, что помимо правоустанавливающих документов, которые вам предъявит собственник объекта, который вы хотите приобрести, нужно поинтересоваться его судьбой. И в помощь здесь идут данные публичной кадастровой карты, в помощь здесь идут сведения Единого государственного реестра недвижимости. Я его тоже для краткости буду звать реестром недвижимости, лучше на слух воспринимается. Так вот, в этот реестр помещаются все требуемые по закону сведения. Конечно, есть такой небольшой нюанс, что не все органы исполняют требования, например, актов распорядительных о том, что установили зону, внесите сведения в ЕГРН. Но, тем не менее, большинство, будем надеяться, все-таки соблюдают эту норму и сведения вносят в ЕГРН. Так вот, прежде чем приобретать земельный участок, можно заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Детальнейшая информация вплоть до точек, координат характерных точек границы приобретаемого объекта и до обременений, которые есть в отношении этого объекта. Если есть нужда посмотреть, ну вот, как внешне выглядит объект на карте, хочется с картиночкой, то есть прекрасный ресурс, публичная кадастровая карта Росреестра, доступ, который осуществляется через официальный сайт Росреестра. То есть эта информация открыта, доступна для ограждения? Да, абсолютно бесплатно, вполне информативно. То есть вот в справочном режиме там можно посмотреть достаточное количество информации, чтобы посмотреть, где и как располагается ваш объект, какие объекты поблизости. Ну не всегда же возможно подъехать, посмотреть окрестности, да. А здесь можно увидеть, в том числе с космическими снимками, а что же рядом находится, а нет ли заводов, пароходов и прочего того, что могло бы вас заинтересовать, как будущего правообладателя, в конце концов, есть ли дороги и прочее. Вот в помощь всему этому публичная кадастровая карта, я призываю ею пользоваться. А, конечно, для получения вполне такой официальной информации, я рекомендую запрашивать выписку об объекте недвижимости, которая, в сущности, она доступна любому заинтересованному лицу. То есть прежде чем покупать земельный участок или тем более строение на нем, все-таки стоит обратиться вот к этой публичной информации? Безусловно. Да. Последовательность действий. Сначала смотрим публичную кадастровую карту, затем заказываем выписку об объекте. Но вы сказали о зонах с особыми условиями использования территории. Так вот, что они себя вообще в принципе представляют? Как вообще можно понять, что это особая территория? И что лучше вот здесь землю-то не приобретать? Для дальнейшего использования какого-то, да? Да, совершенно верно. Я поняла ваш вопрос. И чтобы примерно разъяснить, как она выглядит, та самая зона, мы привыкли видеть семельные участки с вами, да? Есть заборы, есть строения, которые ограждают ту или иную территорию. Здесь все понятно. И мы понимаем, что это участок мой, а вот это участок соседа. А как быть с огромной территорией, которая рассчитывается по принципу, ну, например, 10 километров в радиусе от определенной точки или от определенной линии? Ее же невозможно на местности обозначить столбами, заборами. Это практически нереально с экономической точки зрения. Поэтому законодатель вводит такое понятие, как охранная зона. Это некая территория, которая выделяется по вот этому вот геометрическому принципу. То есть выстраивается некий геометрический объект на карте, на дежурной кадастровой карте. Сведения о его границах вносятся непосредственно на эту самую карту. Собственно, то, о чем мы говорим. Публичная кадастровая карта, на ней вы сумеете обнаружить простыми буквально средствами. То есть нажав на эту карту, на сведения о своем земельном участке, в том числе можно получить информацию, а какая охранная зона территориально распространяется вот именно на этот земельный участок. Увидеть всю зону, ну, если она очень большая, это, наверное, проблематично. И каждого конкретного заявителя или правообладателя, или приобретателя это не всегда интересует. А вот применительно к своему объекту очень удобные инструменты, когда можно нажать на информацию на карте и получить данные, а какие же объекты там находятся. Скажите, эти данные обновляются каким-то образом, либо вот они внесены, и они есть, и их можно посмотреть? Безусловно, эти данные обновляются. Собственно, работа органа регистрации прав ежедневно и заключается в том числе в введении реестра границ. Это такой вот обособленный реестр, куда вносится сведения о всевозможных территориях, о границах муниципальных образований, населенных пунктов. То есть обо всех больших, так скажем, объектах, которые могут повлиять на правовой статус любого объекта недвижимости, будь то земельный участок, дом, строение, сооружение. Вся эта информация ежедневно вносится в реестр. И, естественно, существуют механизмы по обновлению данных и на публичной кадастровой карте, которая ведется для всех абсолютно регионов. То есть все, что мы здесь в Самарской области сегодня отработали и внесли в реестр, через какой-то определенный промежуток времени обязательно появится на публичной кадастровой карте наравне с данными, которые внесли, собственно, иные регионы. Поэтому, да, она обновляется, и пользоваться ею нужно. Евгения Васильевна, давайте мы поговорим более подробно о заявленной теме, вот как раз о приаэродромных территориях. Скажите, как можно использовать свой участок, если он оказался в границах приаэродромной территории? Вот жили-жили люди, не тужили, узнали, это теперь есть, как дальше с этим жить? Попробую разъяснить, но здесь не все однозначно. Если уж мы заговорили именно о приаэродромных территориях, а я чуть позже расскажу о том, что есть и иные зоны с особыми условиями использования, да, иные охранные зоны. Вот применительно, например, к нашему известному в Самаре аэропорту Хурумич, которыми все пользуемся и очень любим. Так вот, у этого аэропорта существует не одна, а несколько охранных подзон, то есть вся зона охраны, она разделена на некие секторы. Секторы, они различаются в зависимости от того, как близко или далеко они находятся непосредственно от самого аэропорта. Так вот, у нашего аэропорта есть аж семь подзон. И градация идет от наиболее строгой подзоны, самый первый, в которой ничего нельзя размещать, кроме, собственно, зданий и сооружений, обслуживающих непосредственно именно полеты воздушных судов. Далее, вот, например, если интересно, вторая зона, это уже чуть пошире, да, здесь перечень объектов, это хотя бы вся инфраструктура аэропорта. Вот, и далее идет вот по, что называется, по убывающей. То есть нельзя размещать в следующей подзоне объекты, которые по высоте могут препятствовать полетам. Далее нельзя размещать объекты, создающие радиопомехи. И так далее, и тому подобное. Вот как раз шестая подзона, это, собственно, то, что вы озвучивали. Нельзя размещать некие объекты, которые приманивают птиц, а они, соответственно, мешают полету. Хорошо, а как же быть с поселком Береза, который располагается вот в непосредственной близости к аэропорту? Вот чтобы наши зрители понимали, к какому номеру подзоны относится вот поселок Береза? Разумеется, навскидку, просто придя в студию на эфир, я не могу вам сказать все подзоны. Почему? Хотя бы потому, что конфигурация у подзон, она очень разная. То есть какие-то выглядят в форме кружка, какие-то выглядят в форме взлетно-посадочной полосы. Все это, конечно, в общем доступе находится, но сказать, что, например, первая или вторая подзона покрывают весь поселок Береза, нельзя. То есть понимаем, что первая и вторая зоны это исключительно территория аэропорта, и там никто из близлежащих населенных пунктов не пострадал. А вот дальше уже все зависит непосредственно от конфигурации подзоны, в частности, вот радиолокационное оборудование, которое может помешать, ведь оно рассчитывается, исходя не из того, где расположен аэропорт, а помимо этого еще и, например, пути подлета воздушных транспортных средств, исходя из этого, собственно, и устанавливается конфигурация. Поэтому для того, чтобы конкретному жителю, конкретного поселка Береза на своем земельном участке узнать, а какие же подзоны ко мне тут прилетели, нужно все-таки посмотреть на тот ресурс, о котором я рассказывала, и непосредственно выяснить эту информацию. И, собственно, то, о чем я хотела особо сказать, это одиозная седьмая подзона, которая, собственно, призвана вообще-то защищать население от вредного воздействия аэропорта, гражданской авиации, а именно от электромагнитного излучения, от вредных выбросов и от шумовых эффектов, которые создают самолеты при взлете, при посадке. Так вот, так получилось, что ровно эта охранная зона, которая должна бы соблюдать права граждан, очень больно ударила по жителям Самарской области, поскольку случилось так, что при расчете этой аэродромной территории уполномоченный орган, а я напомню, что это Росавиация, Федеральное агентство воздушного транспорта, установило зону таким образом, что огромное количество населенных пунктов в Красноярском районе, в Волжском районе и даже в Самаре попали в пределы действия вот этой вот подзоны. Повлиять на решение органа не можем ни я, ни вы. То есть я здесь являюсь представителем органа регистрации прав и говорю о том, что повлиять на такое решение конкретно орган регистрации прав не может. Все, что мы можем сделать, это опубликовать данные, внеся их в реестр. Мы это сделали. А вот дальнейшая судьба вот этой приаэродромной территории, в которой, как выяснилось, по определенной конфигурации нельзя размещать объекты, да, там, насколько я помню, объекты индивидуального жилищного строительства. То есть нельзя строить дома. Нельзя строить дома, нельзя размещать детские сады, нельзя размещать детские учреждения в каких-то зонах с ночным пребыванием, в каких-то с дневным. Вот, перечень обременения оказался фатальным для очень многих землепользователей. Для кого он не опасен? Есть такие исключения. Для тех, у кого права на участки и на строение возникли до 2016 года. Все можно. То есть есть у вас дом, пользуйтесь своим домом в соответствии с его назначением. То есть если он уже построен, и пользоваться им можно. Давайте определимся. Не построен, а право на него возникло. Вот право на него возникло, я напомню, оно возникает только с момента государственной регистрации. Все, у кого есть номер регистрации, могут жить спокойно и счастливо. Единственная опасность, если вы вдруг задумали реконструировать свой объект, то разрешение вы на это вряд ли получите при действующих обременениях. В заложниках оказались те, кто свои объекты давно построил, а до регистрации в реестре не дошел. Или те, кто замыслил строительство, а теперь не знает, как его реализовать. Собственно, острота ситуации связана именно с этой категорией граждан, отчасти юридических лиц. Я попрошу вас еще прокомментировать. Вот также очень острый вопрос. Мы с вами говорили об этом, вот как раз в Красноярском районе. Скажите, а Красноярский район, он вообще весь полностью попадает под седьмую зону? Нет, весь, безусловно. Хорошо, а если вот выдали участок, допустим, многодетным семьям под строительство, и те участки, которые попадают как раз под эту седьмую зону, там вот эти многодетные не могут строить дома, теперь уже однозначно, да? Но им выдали под это. Что же делать? Получается, оказались люди просто заложниками данной ситуации. Подскажите, как эксперт, профессионал? К сожалению, нужно констатировать, что действительно эти люди сейчас заложники ситуации. Насколько мне известно, не как эксперту, профессионалу, а просто как небезучастному, так скажем, лицу к вот этой проблеме. Я понимаю, что уже есть обращение в депутатский корпус, есть обращение в органы государственной власти Самарской области, региональные органы власти, с требованиями помочь, разобраться в ситуации. Я вынуждена дать такой комментарий о том, что вот непосредственно правительство, например, Самарской области, всевозможные министерства, они не сумеют помочь гражданам в разрешении этой ситуации по той простой причине, что закон одинаков для всех, и для граждан, и для министерств. Поэтому повлиять уровнем региональной власти на Федеральное агентство воздушного транспорта с точки зрения отменить, например, это так, невозможно. Но я полагаю, что власти не останутся безучастными к этой проблеме, тем более, что проблема уже известна. Уже мы знаем о наличии двух законопроектов, которые пытаются внести изменения соответствующие и смягчить требования к установлению вот этих вот подзон аэродромных территорий для того, чтобы как-то облегчить участь тех, кто получил объекты вот в пределах этой территории. Я полагаю, что решение вопроса, конечно, зависит от Росавиации. Либо будут скорректированы границы зоны, что видятся наиболее таким вот простым и верным способом решения этой проблемы. Либо будут дожидаться внесения изменений в действующее законодательство, как-то смягчающее требование к размещению объектов. Но мы все прекрасно понимаем, мы же летаем на самолетах, часто все прилетали к Москве, например, и видели, что едва ли не под крылом самолета размещены некие объекты, это те же самые дома. То есть проблема характерна для абсолютно всей Российской Федерации. И она обостряется лишь там, где сведения об этих приаэродромных территориях уже внесены в реестр. То есть там, где люди получили непосредственный отклик в виде неких запретов на строительство. Ирина Васильевна, скажите, но ведь не все же, даже вот касаемо той территории, о которой мы сейчас с вами говорили, получили участки и собираются строить дома. Землей же пользоваться можно? Безусловно. Вот расскажите, пожалуйста, вот об этом. Землей пользоваться можно в той части, в какой она соответствует наложенному обременению. Узнать, какое обременение мы уже с вами узнали как, посмотрели, получили выписку, видим, чем конкретно обременен наш земельный участок. Если нет желания там строить какие-то радиолокационные вышки, вот, если это участок только для ИЖС, то строительство там пока все-таки не разрешено. Но на земельном участке для индивидуального жилищного строительства возможны некие иные виды деятельности, связанные с размещением, например, дома. То есть, естественно, там разбивать сад и все остальное прочее, все это можно делать. Размещать там какие-то вспомогательные пока объекты, разумеется, тоже можно, поскольку прямого запрета в этой вот седьмой подзоне не существует. Но это уже вопрос, опять, напомню, экономической целесообразности, будут ли это люди делать. Ну и есть еще один вопрос. Есть возможность изменить вид разрешенного использования земельного участка. Вот здесь мы ограничены только пределами территориальной зоны, которая установлена правилами землепользования и застройки. Вот эти правила на территории Самарской области утверждены практически во всех муниципальных образованиях. Вот каждый гражданин может узнать, в какой территориальной зоне находится его участок, какие виды разрешенного использования ему доступны. Но я должна предупредить, что для зон, в которых обычно размещают участки так называемые ИЖС, это зона, как правило, Ж1, Ж2, небогатый выбор того, на что можно перепрофилировать свой земельный участок. Ну и опять же смотрим, обременение, оно слишком категоричное для того, чтобы там строить, ну если не жилой дом, то что-то другое. Наверное, я полагаю, пока не получится. Скажите, все ли приэродромные зоны уже внесены в эту публичную карту? Не окажется ли так, что какие-то дополнительные еще участки там окажутся? Очень хороший вопрос, я вас за него благодарю. Потому что хочу предупредить наших зрителей о том, что не все абсолютно зоны пока внесены. Есть некие технические моменты, они вносятся очень, ну так вот, с определенными, так скажем, с соблюдением определенного ритуала, просто в силу того, что это огромные пространственные объекты. То есть здесь нужно понимать, что они очень сложные с точки зрения геометрии. И вот внести такой объект на карту, ну, система тоже должна немножечко подготовиться, так скажем, к этому процессу. Это первое. Второе. Мы ограничены тем, что мы можем внести только то, что нам дали. То есть если нам дали не все, то мы не все внесли. Есть некие нормативные требования, когда, если элементарно документ подготовлен, но с некими нарушениями закона, на который мы, как орган регистрации права, можем среагировать, то, безусловно, сведения не будут внесены. То есть я понимаю, что при аэродромной территории есть, но она еще не внесена, вот в силу того, что допущены некие нарушения при оформлении документов. До тех пор, пока документы не будут исправлены, мы информацию не внесем. Более того, я хочу напомнить о том, что Курумыч, это всем известная тема, но ведь в Самарской области множество аэропортов, простите, аэродромов. Значит, и они подразделяются на аэропорты гражданской авиации и экспериментальные аэродромы. Так вот, экспериментальных аэродромов у нас много. И здесь старт взят. Мы внесли сведения об охранных зонах аэродрома экспериментальной авиации безымянка. Надо сказать, что практически вся территория городского округа Самара тоже оказалась закрыта охранными зонами всевозможными. Просто их содержание не такое одиозное, как для аэропорта Курумыча, поэтому, наверное, меньше здесь возникает вопросов у граждан. Но, тем не менее, хотелось бы проинформировать, что если вдруг вы получили выписку и обнаружили, что у вас есть обременение по некой охранной подзоне аэропорта, вот пугаться не стоит. Действительно, аэропорт не очень большой, а вот охранные зоны у него вполне себе существенны. Нужно не бежать с требованиями, уберите, у меня здесь никакого аэропорта рядом нет. Нужно с пониманием отнестись к ситуации, внимательно прочитать содержание обременения. И если оно никак не мешает вам пользоваться земельным участком, а в большей части это так, то, собственно, поводов для беспокойства нет. Ирина Васильевна, в конце программы хочу попросить вас дать, ну, может быть, несколько советов, что ли. Что нужно знать, помнить всегда, если вдруг твой дом, твоя земля вот именно попала в приаэродромную зону и вообще, в принципе, относится к охранной зоне. Не нужно паниковать. Вы совершенно верно об этом сказали. Что нужно делать и о чем нужно всегда помнить и знать? Я, как юрист, всегда начинаю с того, что есть правовой режим использования твоего земельного участка. Будь добрый, его соблюдается, кем бы ты ни был. Если ты собственник, нужно помнить не только о том, что у меня есть права, но есть еще и обязанности. Обременения устанавливаются в соответствии с законом. То есть ваше право обременено всегда в соответствии с нормами закона. Быть может, где-то закон достаточно суровый и жестокий, но мы живем в правовом государстве. Поэтому я всегда за то, чтобы мониторить состояние собственной недвижимости при помощи тем более таких вот публичных кадастровых карт, при помощи вполне доступных сведений ИГРН, периодически мониторить состояние своего объекта недвижимости, проверять, каковы данные реестры о нем, потому что у нас меняется каждый день информация. Вот недавно загружали кадастровую стоимость. Не все, вероятно, граждане об этом знают, а ведь это может быть интересно. Подгрузили сведения о приаэродромных территориях. Поэтому логично узнать, что там с моим объектом, посмотреть его правовый статус, посмотреть, какие в нем обременения. Если есть вопросы к тому, какие обременения установлены, то во вполне легальном режиме можно установить, кто инициатор этих действий, и, собственно, обратиться в соответствующий орган, задав вопрос, а почему мой конкретно объект попал, например, в ту или иную охранную зону, почему вот такие вот виды обременений. Ну и, собственно, я напомню, что помимо обременений существует система компенсации. То есть если земельный участок уж совсем никак нельзя использовать в связи с наложенными обременениями, то вообще есть механизм по обязанию публичных органов выкупить этот земельный участок, то есть компенсировать понесенные затраты. И напомнить хотелось бы, что помимо приаэродромной территории у нас есть масса охранных зон, которые тоже могут существенно повлиять на статус объекта и на возможности строить. Я напомню о существовании таких территорий, как минимальное расстояние. Ну, собственно, вот, наверное, моя рекомендация очень кратко, если это было кратко. Да, спасибо вам большое за очень ценную и полезную информацию, с которой вы поделились с нашими уважаемыми телезрителями. Мы обязательно продолжим говорить в следующих программах на эти актуальные темы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». И у меня в гостях сегодня был заместитель директора кадастровой палаты в Самарской области Евгения Васильевна Дроздова. Благодарю вас еще раз. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова